Интересные факты 6 ютуберов, в существование которых сложно поверить Номер 1. Лили Ло Лили Ло – русский бьюти-блогер из Татарстана. Она страдает редкой болезнью – синдромом Олбрайта. Болезнь поражает кожу, кости и является причиной гормональных сбоев. Также появляются лишние ткани на костях, которые ведут к деформации лица. У девушки больше 100 тысяч подписчиков на канале, где она учит различным техникам макияжа и вдохновляет зрителей своим позитивом. Знакомства вслепую остались в прошлом. Видеочат-рулетка, конкурсы, призы – и все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру videoclub.ru Более 2 миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт. Присоединяйтесь! Все ссылки в описании. Номер 2. Лиззи Веласкес Лиззи Веласкес – 24-летний оратор-мотиватор, страдающий от очень редкого недуга. Врожденная болезнь не позволяет девушке набрать вес и накапливать подкожный жир. За всю свою жизнь она никогда не весила больше, чем 64 фунта – 29 килограммов. Для того, чтобы оставаться здоровой, ей необходимо несколько полноценных приемов пищи в течение дня. Из-за болезни ее обижали в детстве. Она попала в список самых уродливых женщин мира в одном из YouTube-видео, когда ей было 17 лет. Обиды она пыталась превратить в нечто позитивное. Она написала книги и выступила с речами о любви к себе, несмотря ни на что. Она вдохновляет миллионы девушек во всем мире, а также имеет свой канал на YouTube. Номер 3. Никки Лили. Никки – бьюти-блогер. На ее канале более 600 тысяч подписчиков. Ей всего лишь 11 лет. На своем канале девушка делится советами о макияже, рецептами и многим другим, чтобы помогать людям. Никки страдает от артериовенозной мальформации. Это чрезмерное скопление кровеносных сосудов, которое может разрывать связь между артериями и венами. Она уже родилась с болезнью, тем не менее, симптомы не проявлялись до 6 лет. Огромные вены начали появляться на правой стороне лица. Лицо также начало опухать, и у девочки стала часто идти кровь из носа и десен. Никки показывает людям, что не обязательно быть идеальным или очень красивым, чтобы быть особенным. Номер 4. Мелани Селест. Мелани Селест – ютубер из Аргентины. Она не похожа на большинство девушек и использует это отличие, чтобы отправить позитивное послание девушкам во всем мире. Ее главная мысль – не обязательно обладать стереотипной красотой. Она считает, что главное – быть уникальной личностью. Она не совсем может передвигаться самостоятельно, поэтому ей помогают управлять инвалидным креслом. Мелани дает многим понять, что ее состояние не является причиной для грусти. Эта болезнь просто-напросто делает ее уникальной. Номер 5. Евгения Куни. Евгения Куни – актриса и модель, проживающая в Нью-Йорке. Она известна за свой канал на Ютубе, тематикой которого являются игры и повседневная жизнь. На данный момент у девушки около 750 тысяч подписчиков. Она стала скандально известна, когда мировая звезда хип-хопа запостил видео Евгении «Танцующий тверк». Интересным девушку делает ее вес. Она настолько худая, что выглядит истощенной. Ее руки невероятно тонкие, а кости выпирают из-под кожи. По словам Евгении, ее вес низок не по причине болезни. Многие люди считают, что она больна анорексией. Тем не менее, девушка отрицает эти слухи. На Ютубе существует множество видео от других блогеров, которые не согласны с Видеокуни. Они утверждают, что в видео Евгении дают молодым девочкам плохой пример, когда дело касается строения тела. Куни не обсуждает диету и образ жизни на своем канале, что дает повод хейтерам думать, что девушка избегает эту тему из-за того, что мало ест и худеет намеренно. Единственный человек, который знает ответ – сама Евгения, которая утверждает, что здорова, как и большинство девушек. Номер 6. Мейкап-артист Горда-66. Это один из тех ютуберов, существование которых сложно поверить. И это не только из-за ее дефекта, но также благодаря положительному мышлению. Мейкап-артист Горда-66 – 22-летняя визажист с успешным видеоблогом. Ее болезнь называется кистозная гидрома. Это врожденная болезнь, являющаяся причиной полостей, создающих лицевую деформацию. Технически это водянистая опухоль. Будучи ребенком, у нее было множество лицевых операций в надежде на уменьшение размера опухоли. К сожалению, операции не до конца вылечили ее болезнь. Тем не менее, девушка гордится тем, как она выглядит. Она заявила, что иметь такое заболевание не так-то просто. Тем не менее, она и до сих пор старается донести позитивные мысли, несмотря ни на что. Блоггерша говорит, что ей нравится учить женщин и девушек, как делать себя красивыми, но в то же время считает, что красота обманчива. По мнению блоггера и визажиста, истинная красота внутри. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.